Продолжение следует... 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 в случае, если при необходимости, например, в той же пандемии, студенты будут переходить на заучное образование. Возвращаясь к проблеме цифровизации нашего образования, к проблеме дистанционного образования, мы все с вами знаем, что есть некий документ, фабсайт образования 2030, где давным-давно, намного раньше, чем случилось пандемия коронавируса, а именно еще в 2010 году, прописаны все те неприятности, с которыми мы сегодня столкнулись. И там прямо говорится, что вообще-то учитель, по большому счету, не нужен, его вообще нет в ободримом будущем, с точки зрения автора этого документа, должен заменить искусственный интеллект, что не нужны учебники на бумажных носителях, что все полностью должно быть переверено в цифру. И дальше подобный бред, я по-другому не могу сказать, потому что это идеи тех, кому не нужны умные, думающие, образованные гражданами нашей страны. Нужны потребители. Желательно, чтобы они умели пользоваться банковской картой известных банков, и как мы уже больше покупали. Все, больше от них ничего не требуется. В этой связи, с точки зрения балакетов этих теорий и этих программ, необходимо, чтобы они обладали некими компетенциями. Но, видимо, прежде всего, чтобы они умели оплачивать покупаемые товары, и больше от них ничего не требуется. Нас, конечно же, это категорически не устраивает, и не устраивает эта формула, и такие подходы, и родительское сообщество, не устраивает, кстати, наших школьников. Я буквально на прошлой неделе был в своем родном городе Санкт-Петербурге. Был в гимназии 63-й, в Калининском районе. И там два выпускных класса, одиннадцатиклассников. И я имел возможность с ними пообщаться. Я думаю, что сейчас 50 находилось в зале. Я попросил поднять руки, кто считает, что единый государственный экзамен полезен. Но, по моей оценке, где-то 5-6 сроков было полнится. Все остальные школьники считают, что это никакой пользы не приносит. Это огромный вред со всеми текающими последствиями. И в этой связи я напомню, что программе и партии «Справедивая Россия», и готовящейся к предвыборной программе партии «Справедивая Россия» «Патриотов за правду» обязательно будет раздел, посвященный образованию, где мы настаиваем на отмене, как обязательства и единого государственного экзамента, всей Болонской системы. Мы, конечно, будем настаивать на исключение, используя формы образования, прежде всего в школах, но и выше ухерных заведений. Их тоже, так называемые, дистанционного образования. Уважаемые коллеги, я на этом буду заканчивать свое ступительное слово, рассчитывая на то, что сегодня мы услышим самые разные предложения и дополнительную аргументацию к нашим подходам для того, чтобы с совместными силами мы изменили наше образование в пользу здравого смысла, в пользу того, что поможет нашей стране занимать лидирующие позиции в будущем и в пользу здоровья и качественного образования для нашей детей. Спасибо. Спасибо, Евгений Михайлович. Слово предоставляется по председателю партии Евгению Николаевичу Хридеевну. Пожалуйста, Евгений Николаевич. Друзья, дай. Сейчас тут после меня выйдут профессионалы, сообщества родителей и учителей. Они все разложат по полочкам, с цифрами, с доказательствами. Я более-менее представляю, о чем пойдет речь и, конечно, предвкушаю в эту концентрированную и, на самом деле, прямо скажем, страшную информацию. От себя я скажу, скорее, эмоционально, потому что все эти вопросы, они, конечно же, касаются меня напрямую, потому что у меня четверо детей от одной жены, и, собственно, из них трое еще учатся в школе. И когда все это началось в связи с пандемией и с коронавирусом, конечно же, стало ясно во всей полноте, какие заготовочки для нас были приготовлены заранее. Потому что, конечно же, вот этот рынок, связанный с дистантом, с возможностью прикрывать какие-то школы, или не открывать школы, или лишить на тех или иных основаниях детей возможности учиться, этот рынок необъятен, он огромен, он колоссален. И они, конечно же, поняли на каком-то этапе, некие люди, можно их называть мафии, можно их называть организованными группами, они поняли, что наши дети – это, конечно же, новые нефти, что можно на этом кормиться, просто можно играть в обе щеки и не захлебнуться просто от жадности. И этот рынок, собственно, стал очевиден мне в мире моей собственной семьи, потому что я увидел, как это все выглядит, на самом деле, как чудовищно выглядит этот дистант. Вот эти дети, разобщенные, сидящие в разных концах области, один играет с котенком, третий ест, четвертый ест под стол, пятый еще чем-то занимается, учительница, которая пытается их собрать в кучу, моя собственная младшая дочка Лилька, которая тоже на родительстве сбежать с этого урока. И, собственно, моя жена, которая поняла, что это все не работает, просто надо это либо контролировать самой, либо прекратить. И она с тех пор, как началась вся эта ковидная история, она просто стала с утра до вечера, презрев все иные дела, заниматься с детьми дистанционного образования. Но, слава богу, я сам работаю, до пяти работаю, могу обеспечить свою семью, чтобы жена позволила себе не работать. Но я предполагаю, что таких семей, таких женщин, таких матерей меньшим столом. Значит, колоссальное количество детей, цифру я тоже, надеюсь, сегодня услышать, она просто не получает нормального образования, с месяца в месяц. И вот прикрытие им ковида. И понятно, что какая-то, опять же, надеюсь, услышите эту цифру, какая-то серьезная часть, огромная часть, непомерная часть наших детей, подростков, молодежи, она может и не выйти никогда, собственно, в очное образование. И как только они в полном объеме поймут, собственно, возможности финансовых притоков, они, конечно, будут работать над тем, чтобы училось очень как можно меньше людей, а дистанционно как можно больше людей. Это какая-то афера века. Это, ну просто, ну то есть, я не хочется назвать это скотство, там, свинство, безобразие, но это реально афера, которая направлена, это вещь направлена против нашего будущего, в самом прямом, вот, в самом элементарном, в самом прагматичном смысле слова. Они просто убивают наше будущее. Я, причем, даже не думаю, что вот они там, как-то вот у них там растить потребители, там, убить Россию, они просто увидели огромный рынок, огромное бабло и решили туда нырнуть, как бы, да, плескаться просто с огромным удовольствием, пускай и пузыреют от счастья. И с этим надо что-то делать, но заставить этих людей. Ну я понимаю, что у нас фактористическая страна, вот, но капитализм нам вовсе не нравится не потому, что там конкуренция и прочие там издержки в ужасном образе жизни, а вот потому что вот она, на самом деле, это выглядит вот так. Вот если есть возможность где-то хату, закрыть школу, снести здание, не построить здание, еще что-то, они будут это делать, потому что это выгодно просто. И бороться с этим можно, вот, здесь будет одна часть нашей борьбы, направленная просто на то, чтобы приостановить это движение, чтобы купировать это движение. А в целом, конечно же, надо саму систему вещей, виды изменять в стране, потому что на этих принципах мы не можем существовать, они постоянно будут атаковать слабых детей, увечных, больных, пенсионеров, потому что они не в состоянии за себя постоять. И, конечно, другая тема, она связана, опять же, с ЕГЭ. И здесь они проработали как бы посерьезнее и получше, потому что у меня даже есть хорошие знакомые, даже сфера образования, которые вступают за ЕГЭ и говорят, Захар, во всем ты прав, везде вы молодцы, будем за вас голосовать, ну вот с ЕГЭ, ну вот ты, типа, не трогай ЕГЭ. Но вот тоже сейчас будут мои коллеги выступать, специалисты рассказывать. Конечно же, когда начинаешь в этом вопросе полетально разбираться, то этот самый единый государственный экзамен поражает своей таинственностью, потому что никто не понимает этих методик, никто не объяснил, из чего они и кем они составляются, как они работают. И вот это вот как фокусничество, что с дистантом, что с ЕГЭ, оно вот на самом деле, вы знаете, мы часто ругаем запад, что у них вот эта вот вся чепуха с ЛГБТ дошла до какого-то невиданного абсурда, что они детей там приучают ко всему этому, что у них по полу нет, что им нельзя танчики нарисовать, что они непонятно мальчик или девочка. Вот они влезли во всю эту историю, не совершив необходимых, как минимум, психологических замеров, чем все это закончилось. Я это не случайно вспомнил. Вот у нас происходят на самом деле подобные вещи, потому что все, что связано с дистанционной и в целом с баллонской системой, это та же самая неведомая афера, куда нас бросили, и при этом никто не очень, никто не в целом не понимает, как это сказывается на успехе, на уровне знаний, на психологическом здоровье, на медицинском здоровье, на уровне суицидов, которые скачкообразно растут при приближении экзамена. И вот когда у меня старший ребенок, собственно, когда он к этому готовился, там, конечно, стало очевидным, хотя что я вам рассказывал без дня, все это знаете, стало очевидным, что это такое ЕГЭК, когда ребенок просто вынужден искать репетиторов одного, двух, трех, которые начинают его натаскивать просто на предметы, как собаку. Он еще и собаку держал, и понял, что это схожие методики. Несчастные дети, они должны натаскиваться на какие-то определенные вещи, оставляя без внимания другие-другие предметы. Это на самом деле сильнейший тоже удар по образованию, которые там, у них есть там аргументация, аргументация разнообразная, якобы убедительная. В целом это вредная штука, конечно, вредная. Я не хотел бы сказать свое мнение. Конечно же, мы не только должны леветь в сфере социально-экономических отношений, но и в сфере образования тоже, конечно, необходимо, на поливине необходимы социалистические тренды, социалистические повороты, возвраты. Потому что социалистическая школа, это, конечно же, традиционная школа, которая учла все лучшее в имперской школе и применила новейшие практики, она была передовая. Она была передовая, и мы ее сменили на, собственно, ложные, привнесенные Запада, тенденции, методики и все остальное, которые на Западе называются больше и больше недумений. То есть держава, которая умудрилась отучить к Великой Отечественной войне десятки миллионов людей, после этого вонуть в космос, после чего Кеннеди сказал, что наше образование проигрывает, и после этого, спустя 13-20 лет, мы берем это образование и убиваем. Ну, что это? Найдите мне этих людей, давайте мы с ним что-нибудь сделаем, если они живы еще. Вот такой вот эмоциональный подход. Я надеюсь, что дальше мои коллеги, мои товарищи, на полочке эта картина будет для вас еще более убедительным в своих стратечностях. Спасибо. Спасибо, Сергей Николаевич. Руководители нашей партии нам начали особую традицию по этому вокалу. Прежде чем передать слово отдавать к властям, председателям Великой Отечественной опрещения, я бы хотел дать вам позже послушать те вокалцы, которые видели, задают профиль Великой Отечественной войны. Пожалуйста, Агзата, включите видео. Добрый день. Меня зовут Инна, и у меня вопрос в Министерство просвещения и их IT-специалистов. Я крайне обеспокоена тем фактом, что в последнее время в школах производится массовый сбор персональных данных наших детей, что абсолютно не нужно для учебного процесса. Это и камеры на каждом углу, и сбор геометрики лица, и правительство банка ладошки. Дошло уже до сбора ДНК по программе «Талант и успех каждого ребенка». В связи с этим меня не может не волновать следующий вопрос. Где будет храниться эта информация? Кто и как будет ей пользоваться? И, наверное, самый главный вопрос. В случае утечки персональных данных наших детей, кто понесет за эту персональную ответственность? Добрый день. Кто персонально будет отвечать за безопасность сохранения персональных данных детей, подключенных слов? Господа, чиновники. У меня вот такой практичный вопрос. Вы придумали цифровую образовательную среду, такой эксперимент. Для осуществления этого эксперимента нужно оборудование, как минимум компьютер. Нужно подключение к интернету. Если компьютер сломается, его надо ремонтировать. Вот у меня вопрос, кто будет это оплачивать? Кто купит моему ребенку компьютер? Кто будет за интернет платить для того, чтобы он обучаствовал в экономном эксперименте? До этого я покупал в школе тетрадки, карандаши и ручки. Это все стоило достаточно недорого. А на покупку компьютера я не готов вложиться. Здравствуйте. Мой вопрос касается единого государственного экзамена. Вопрос в том, что когда будет принято решение заменить ЕГЭ на традиционные классические экзамены, те, которые мы сдавали, когда заканчивали школу. Изложения, сочинения, экзамены, вкусные по билетам, контрольные. Потому что последние два года, в 11 класс сейчас дети не получают фундаментарных классических знаний достойных, а лишь готовятся, натаскиваются на тесты. Это не дает никаких знаний детям. И два года теряются зря. Добрый день. Меня зовут Береза Евгений. Этот вопрос я адресую правительству Москвы. Почему цифровое образование, которое сейчас постепенно и постоянно внедряется в нашу среду, было организовано как эксперимент на добровольной основе? Но внедряется оно в добровольно-принудительном порядке с использованием административного ресурса. Спасибо. Бобрый день. Меня зовут Жанна Горбачева. Я председатель совета правительства и северозапного опыта. У меня вопрос. Департамент образования и Министерства просвещения города Москвы. На каком основании во всех школах города Москвы, в частности, в нашей школе 8-8-3, Северного Туши, появились в период с 2016 по 2018 год электронной доски или электронной панели, где хоть один документ, запрашенный на нами, школа новых не предоставляет. Где хоть один эксперт на заключение о безопасности использования этих дозок. И самое главное, где протоколы согласия родителей хотя бы 51% на использование этих самых дозок в школах для наших детей. Спасибо. Вот такие вопросы, коллеги. Сейчас я предоставляю слово представителю Министерства просвещения Евгения Евгеньевича Севченко. Евгений Евгеньевич, директор департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения. Евгеньевич, пожалуйста, и ответьте на те вопросы, которые вы... Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо большое за возможность выступить и, что называется, глядя в глаза в глаза, с вами поговорить и пообсуждать ряд проблем, которые, как мы видим регулярно, слышим постоянно, волнуют гигантское количество наших сограждан, наших родителей. Недавно нам попался на глаза результаты социологического исследования в ЦИО, в котором говорится о том, что не менее 25% наших граждан хотят вернуть советское образование, и именно возврат советского образования видят основу для повышения качества образования в нашей школе. Во времена, ну, 20-го года, да, пандемия, она на самом деле всем, как мне кажется, достаточно четко, очевидно показала, знаете, когда мы берем грецкий орех, отлетает с крупа, и остается самая сердцевина. Вот все наносное связанное с меркантильным подходом, потребительством, дорогими, там, не знаю, шмотками, телефонами, другими вещами, большими зарплатами, псевдоуспехом, который зачастую многие наши блогеры, там, лидеры общественного мнения в подростковой среде популяризируют, говоря, чем больше денег, тем круче, то лучше. Вот люди, кто потерял здоровье, потерял работу, кто столкнулся с проблемой, чем кормить детей, что приготовить на ужин и так далее, и для всех, для нас, мне кажется, стало очевидным, что вот эта вот вся шелуха, вот этот весь мусор спокойно, легко отлетает, отлетает, на самом деле, наша задача взрослым детям объяснить, показать еще раз, даже не раз, а что называется, постоянно работать, воспитание это не разовые какие-то, акции, не отдельные слова, целенаправленный действительно процесс, показать, что все это, на самом деле, большая ерунда. И вот новая команда Министерства просвещения, придя в стены здания, понимая, в том числе и эти проблемы, понимая ряд других проблем, связанных с качеством подготовки детей, с качеством подготовки педагогов, решила начать определенные перемены. Но перемены их не революция. Перемены это спокойный, эволюционный процесс, который должен быть, а, тщательно продуман, отработан и реализован, не потому что кому-то в Москве, я имею в виду столицу, на федеральном уровне, так захотелось, потому что те идеи, которые мы делаем, реализуем, они также широко обсуждаются, а, и в профессиональном экспертном сообществе, и с родителями, и с детьми. У нас, когда мы говорим о высоких задачах, вперед к победе всевозможного труда и к светлому будущему, каждый должен ответить, мне кажется, на простой вопрос. Вот что ты конкретно сделал на своем месте для решения той или иной задачи. Потому что каждый должен, я отвечу на вопрос, подождите, сейчас, я отвечаю, первое, что вы, давайте, я никуда не жду, и жду наоборот, самых острых, неприятных, противных вопросов. отлично, я их всех зафиксировал, вы выступаете, давай, мы можем вот так, и вискусь впереди, никаких проблем нету, и так, что было сделано за 20-й год? Первый, давайте оценки, ну, я же для этого выступаю, чтобы услышать, в том числе, обратную реакцию, услышать оценки, и нам сказать, что мы делали-то. Итак, первое, что было сделано, был переформатирован национальный проект образования. Что было изменено? Более 400 миллионов рублей было выделено на повышение квалификации 70 тысяч педагогов из школ с низкими образовательными результатами. По русскому языку, математике, физике, химии, биологии. Что такое школа с низкими образовательными результатами? Когда мы говорим о качестве, повышается, опускается, как-то изменяется, все-таки экспертные оценки. В цифрах это выглядит следующим образом. У нас в стороне около 41 небольшой тысяч школ. Из них 9 324 школы попали в такие списки. Это что значит? Это значит, треть детей в той или иной параллели не осваивает стандарт на основе объективных. Раз не осваивает, но мы же не спорт образования. В спорте можно не владеть, плохо бегать, но за счет методики воспитать олимпийского чемпиона. В образовании так не бывает. Проблемы детей начинаются с проблем кедагогов. Наша задача эти проблемы определить и оказать им помощь. В том числе на курсах повышения квалификации, что было сделано. Это первое. Второе. Начиная с 21 года количество людей, которые будут проходить через вот эти курсы, только на федеральном уровне, увеличивается до 100 тысяч. Следующий момент. Есть такая сущность в точке роста в рамках национального проекта поставка оборудования. Раньше эта поставка оборудования заключалась в поставке 3D, значит, принтеров, квадрокоптеров, шлемов виртуальной реальности, в том числе в сельские школы. У нас такой же возник вопрос. Что мы сделали? Переориентировали этот проект. Коллеги, давайте не уничтожить повышать голос, хочется рассказать. Уважаемые коллеги, если вы хотите, чтобы вы работали конструктивно, давайте соблюдать определенную дисциплину и правила. Кто хочет задать вопрос, пожалуйста, вот, поддевайтесь и подходите. Евгений Вячеслав, я отвечаю, когда вопрос, который у нас вытекивается в зале. Договорились. переформатировали точки роста под поставки базового лабораторного школьного оборудования по физике, химии, биологии. Каждый год, начиная с 2021 года, по 4,5 тысячи школ ежегодно будут получать это оборудование. В первую очередь, это сельские и малокомплектные школы. Следующее, что было сделано, вместе с Рособронадзором, Федеральной службы по надзору в сфере образования на ООТ, запущен проект, сначала была апробация в 2020 году на 250 школах, так называемый проект 500+, проект точного, адресного, методического сопровождения педагогов и школ с низкими результатами. Одно дело точно повысить квалификацию, другое дело такого педагога взять и сопровождать. То, что было в советское время, ведь это была разрушена системой методической помощи, методических кабинетов. А в ряде регионов, поскольку, ну, все-таки инерционная система, они оставлены, там, в Хирске, допустим, области, они показывают при небольших условных затратах хороший результат. следующий момент, следующий момент, и сейчас я ожидаю балл вопросов, на них безусловно отвечу, это эксперимент по цифровой образовательной среде. когда мы говорим про это, нужно понимать, что мы имеем в виду, потому что, когда мы условно говорим слово лук, то у каждого, ну, язык, единство слова и образа, у каждого возникает свой образ. Кто-то лук с тетевой, кто-то репчатый, там, парей и так далее. Что такое ЦОССС? Значит, это три вещи. Первое, поставка компьютерного и демонстрационного оборудования в школу. Второе, это проведение широкополосного интернета, в первую очередь, сельские малокомплектные школы, это делают наши коллеги в Минцы. И третье, что для всех было очевидно, и уже это звучало, что у нас во время пандемии вдруг, как бы, случайно выяснилось, что на федеральном уровне практически не существует выверенного, качественного, образовательного контента. Учебники в бумажном виде, безусловно, всегда проходили и будут проходить соответствующие экспертизы. Ну, а для всех стало очевидным, просто на это меньше обращали внимание, проблемы эти обнажились, что существует ряд сайтов, где ролики, демонстрационные материалы, какие-то там виртуальные лаборатории, и прочие-прочие вещи. Вот, а третья задача СОС, сделать выверенный контент на федеральном уровне, за который будет отвечать Министерство просвещения, так же, как оно отвечает за содержание учебников. Самый важный момент. Вот, каждый из наших коллег из руководства Министерства регулярно не устаёт повторять. Каких-то планов по, там, отмене почной формы обучения. Значит, замене учителя, не дай бог, на компьютер. Ну, и вот все вот такие тесты, это абсолютная фантастика, и никаких таких планов нет. Сейчас, один момент. Без, мы все взрослые люди, адекватные, сами учились в школах, в вузах, кто-то в аспирантурах, в докторантурах, понимают, что невозможно, в принципе, заменить живого педагога в классе или в аудитории. Не сейчас. Это невозможно, это, я вам, а вот это официальная позиция, многократно, высказанная Министерством просвещения. Есть ряд детей, условно, дети с особыми образовательными потребностями. Они были, есть, к сожалению, будут, и, к сожалению, динамика очень невеликолепная, мягко говоря, которые по объективным причинам и так не могли посещать школу. Дети, для многих из них и раньше организовывали учебные процессы и дистанционные применения. Второй момент. Министерство просвещения никогда не выступало и не говорило о необходимости закрытия школ, пандемии, закрытия любых других учреждений. Мы понимаем, объективная причина, есть требования Роспотребнадзора, которые на все учреждения распространяются, и нововынной власти, вузы, школы, больницы, понятно, там особая ситуация, кафе, ресторан, и кинотеатр. Вот когда было принято решение, значит, о, первая волна, была карантина, ну, какие были два варианта? Ну, первый вообще остановить учебный процесс. Просто учителя сидят дома, дети сидят дома. Ну, так же. Второй вариант. Так или иначе, попытаться сделать теми способами, которые педагог владеет, а мы понимаем, что большинство учителей, их никто этому не учил, никто не предполагал же такого развития ситуации. Поэтому мы наблюдаем то, о чем говорит Захар. Когда учитель, не владея методикой такого взаимодействия, оказался в такой ситуации, его выставляют почему-то крайне. Но учитель здесь в чем виноват? Что его заранее не научили, кто знал? Кто планировал такие мероприятия? Я понимаю, что 10 раз уже перебрал все время. Готов буду на любой вопрос ответить. Еще момент. По поводу ЕГЭ, регулярная тема, 20 лет, 2001 года, эксперимент идет. Первое. Не было ни одного в истории современной России такой продолжительности отработки способа проведения экзактов. И вообще в социальной сфере ни одна новелла не проходила, не проводилась в течение 10 лет в качестве экспериментов. эксперимент. Эксперимент, ну да, ну давайте не будем там вспоминать не дай бог к вечеру там ну слова на монетизацию они там называются своими, да? Другие вещи. И так, 10 лет шел эксперимент. Два раза проходили парламентские слушания, последние вот в этом зале все прекрасно, все подозаписаны. Комиссия при президенте Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев и проводил. Другая комиссия при Сергею Михайловичу Миронове как руководитель председателя Совета Федерации. Разные там делались выводы. А третье было заседание совместно двух комитетов Госдумы и Совета Федерации Российской Академии Образования. По поводу там всероссийских проверочных работ тоже отвечаю. Значит ВПР это обычная школьная контрольная. Если раньше каждый учитель 40 тысячах школ сейчас 40 тысячах школ самостоятельно разрабатывает материалы бабы они тут сидят они верят а я еще не начал отвечать на вопросы и так ладно я понял все хорошо без проблем сейчас прижим для вас давайте успокоимся коллеги так не обозревайтесь толку такого работы не будет поэтому предложение оно стоит кто хочет задать вопрос два микрофона один два три кто хочет задать вопрос пожалуйста подходите поскольку я представляю федеральное министерство там два последних вопроса были связаны с Москвой я позволю себе их не комментировать про добровольно-принудительный переход в электронную форму и согласие родителей на электронную доску согласие родителей на зеленую доску умел кто-то когда-то у кого-то спрашивает второй момент как любое оборудование как у всех подмобилителей я говорю по делу еще раз мы сделаем выводы да отлично милые пары вы хотите задать вопрос ну когда идите поднимитесь и задайте вопрос ну что вы кричите ну вот поднимитесь и скажите вопрос про компьютер иногда кричат человек задавал отсюда деньги на компьютер и так далее и так в рамках цифровой образовательной среды я уже говорил что это поставка оборудования за период 2021 года и 2022 года будет поставлено оборудование это компьютерные классы и демонстрационное оборудование того или иного вида в 3314 школ первое второе более чем в так 29549 школ в эти школы будет в период с 2019 а это поставь уже по 2024 каждый из этих школ начиная с сельских полукомплекта я уже повторяюсь будет оборудовано необходим будут обеспечены поставки компьютерного оборудования компьютерных классов не для перевода всех детей я хочу чтобы меня правильно все поняли то есть это не каждому по компьютеру стандартный компьютерный класс из 15 машин и один или два класса в зависимости от масштаба школы таким образом таким образом повторю цифру 3314 школ это компьютер и отдельно параллельная линия поставка компьютерных классов в 29 549 29549 школ но таким образом если цифры просто сложить и отнестись там к 41000 получится что к 2024 году фактически в 80% школ будет обновлен или восстановлен парк компьютерных теперь я готов если так еще момент по поводу замены ЕГЭ когда будет замена насколько нам известно не планируется и хотелось бы и 20 лет этот вопрос задается всем оппонентам дайте четкую альтернативу как обеспечить прозрачность процедуры достоверность и единый подход в оценивании детей от Камчатки до Калининграда чтобы эти результаты можно было использовать при поступлении выстраивая конкурс я прошу вас отвечать на вопросы только от микрофона которые были замены начинаем что это микрофон пожалуйста я обращаюсь вообще не к спикеру от зала прошу вас пожалуйста у нас запланировано очень большое количество выступлений я Гриславцева Михайловна мне тоже предстоит отступать и много других спикеров с очень важными сообщениями и у нас с вами сегодня все-таки задача не конкретно у человека пардон задавать ему вопросы на которые на львиную долю он даже не полномочен отвечать у нас 14 числа запланирована видеоконференция с министерством просвещения нашего общественного политического движения мы направили мы направили безумное количество вопросов которые агрегировали на протяжении двух месяцев их там больше 50 штук этих вопросов я надеюсь они охватывают все сферы я приглашаю всех к участию в этой трансляции мы конечно дадим возможность посмотреть как мы будем эти вопросы обсуждать с министерством просвещения давайте сегодня все-таки пойдем по рекламенду потому что иначе если мы сейчас начнем отвечать на вопросы даже пусть на 5 мы просто не успеем заслушать всех тех людей которые готовились к сегодняшнему мероприятию им есть что сказать я вас очень благодарю за ваше понимание спасибо добрый день Лотов Сергей Александрович профессор скажите Евгений Ильич ваш просоветский подход к образованию нам очень симпатичен на его поддержку и все-таки что случилось может быть нам надо провести уже парламентское расследование по поводу случившихся нет контента вы говорите в образовании нет национальной платформы зонку пусть и завтра окончательно там закроют перекроют и так далее почему в сфере здравоохранения три вакцины выходят на мировой уровень в нашей сфере где президент поставил задачу держаться в десятки в десятку лучшего образования мира мы оказались в такого разбитого локалина и мы ничего не сказали что будет дальше дистант никто видимо не отмечает что дальше когда мы здесь все получим никто не вводит дистант это первое второе по поводу зума разработанной Минцифрой сейчас идет апробация в том числе в нашем министерстве вот мы с нашими коллегами общаемся ни в каких не зумах а в новой отечественной разработке она называется сфера по поводу десятки когда мы говорим что нам куда-то надо войти нужно видеть объективные данные если мы сами будем оценивать себя и принимать решение вошли мы в десятку или нет то как чиновник там с 30-летним стажем я скажу следующее мы войдем в любую десятку пятерку и тройку на следующий день потому что написать любой отличный доклад ничего не стоит оценивается вхождение на основе объективных данных именно подход связан с объективностью мы реализуем во всех процедурах что будет дальше дальше будет следующее как я сказал планы по поставке базового лабораторного оборудования чтобы ну как ребенок мы с вами видели что такое шар паскалин в школе помним помним что такое реакция серебряного зеркала вот я ее помню со школы никто не говорит о том что давайте мы все отменим забудем значит и будем какие-то мультики детям показывать на компьютере я говорю каждый год по четыре с половиной тысячи лабораторий будет оборудоваться четыре тысячи четыре с половиной тысячи школ три лаборатории минимум а вы знаете на самом деле что недавно на 40 тысяч школ вы же не знаете конечно так я чего хочу сказать вы знаете что на федеральном уровне отсутствует несколько лет требования по школьному оборудованию они существуют только для школ которые строятся в рамках нацпроекта это кто мы понимаем что это мягко говоря неправильно и с 2004 года сейчас один момент до 2004 года на федеральном уровне тогда это было министерство образования российской федерации Владимир Иванович его возглавлял у нас были на федеральном уровне персональные люди отвечающие за содержание того или иного предмета математика физика химия биология Рыбченкова покойная многие ее помнят Ледь Макарова автор учебников была начальником отдела я с ней работал 20 лет назад без ее согласия ведомо ни одна статья в том что сейчас называется рецензируемый журнал и учебник не мог выйти задача которую поставил министр просвещения вернуть содержание на федеральную и сейчас мы таких людей берем но мы же не можем как чиновник остановить проходящего Василия Ивановича и сказать Василия Ивановича ты теперь главный по математике в стране это же бред правильно как можно такого человека ну 20 лет этого не было и сейчас нужно сделать быстро есть единственный способ по которому мы пошли такие представители в министерстве они будут чиновниками будут и уже есть дают профильные ассоциации предметников русского языка литература история учителей и общества знания Чумарьяна русское географическое общество я лично туда ездил они дали нам несколько людей мы сейчас ведем такую работу для чего чтобы вернуть содержание в образовании когда говорят вот там кто-то где-то что-то развалил что-то написал придумал конкретный вопрос кто виноват в низкой подготовке людей по математике не вообще а по математике отсутствует 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 в котором вы разуме реформа вы делаете вы разуме вы делаете коллеги я думаю коллеги евгений вы знаете давайте я в этом правде управления в свои руки давайте мы сейчас завершим вам огромное спасибо за то что пришли дело в том что я обращаю внимание коллеги вы приглашали и министра вот евгений знал куда идет он тем не менее пришел за то что спасибо коллеги я хочу обратить внимание давайте подсесняем больше мы сейчас вопросов до нас не будем я хочу обратить внимание 27 человек еще давно выступит 20 у нас слушание у нас не вопрос для представителей визитов посвящения а слушание Евгений спасибо прислаживайтесь и вы попросите введите дальше пожалуйста по поводу спасибо спасибо большое я постараюсь улучшаться грамотно регламента хотя мог бы говорить целый час тем более после такого замечательного выступления Евгения Евгеньевича с самого начала хочу напомнить слова которые на слушании наших эксперт внутренних партии рассказал все время наш выдающийся сторонник гуляет премьеросква Владимир Маншов он зато вопрос объясните мне вот эти ЕГЭ цифровизация болонской системы ученикам не нравится учителя не нравится родителям не нравится а зачем вопрос я нашел ответ ну по крайней мере эмоционально вот представьте себе значит что такое счастье я всегда отвечал молодежи что счастье это когда ты получаешь захвату за любимую работу но теперь на другой ответ представьте себе мы все просыпаемся в понедельник включаем телевизор радио интернет новостные ленты и там одна новость вот вся эта реформаторская билиберда 91 года отменяется и мы возвращаемся к нормальной школе и я уверен что у нас индекс счастья в стране зашкалит за 100% а я например внуков я с ужасом жду когда мои внуки пойдут в эту школу их же беречь надо теперь от лозунгов коротко тезисом вот поправка который сегодня на приз подходе захватки как говорится и Михайлович вам уже это сообщил это очень важная поправка но это просто загрузка она ничего не поменяет она не допустит усиление негативных тенденций и сегодня реально политические партии представлены государственные люди могут заниматься только этим расставлением заглушек чтобы хуже не стало почему у меня вот такой есть образ вот это все поправки это как Брестская крепость но Брестская крепость воюет а фронт ушло лавина врага давно у нас за спиной и она катится в Москве в Москве еще не было в системе образования она еще впереди Брестская крепость нужна и должна стоять и честь и хвала тем специалистам тем политикам и депутатам и сенаторам которые эти покравки проводят протаскивают хотя есть у нас одна партия замечательная совсем недавно уже суверенева Россия вносила предложение постепенно отмене партия власти забаллотировала это потому что опять нас скажут а чем заменить я предлагаю лозунг для нашей партии для объединения родителей для училий на самом деле лозунг очень простой это парафраз из Владимира Чаленина нам нужен шаг назад чтобы сделать два шага вперед мы должны вернуться к тому моменту нашей истории когда школа действительно была на память в этом нет никакого репрограции и не надо мне рассказывать что нельзя два раза войти в одну воду это не в одну воду это два раза сделать смелое политическое решение и чтобы вся страна это исполнила у нас 20-е годы прошлого века определенная часть большевистского руководства точнее так не большевистского а руководства ВКПБ занималась этим социальным авангардизмом любили они такие штуки там марш голых там обосчисление жен один из ключевых педологов того времени я думаю что про педологию вы все знаете да это смесь марсизма эфринизма ведущий педолог обожаю это Арун Залкин он же автор знаменитых 12 половых заповедей революционного пролетариата вот это планет покровителем всего этого был товарищ Троцкий а теперь все очень просто самый знаменитый мем товарища Троцкого это перманентная революция и что запускает наши вот эти псевдореформаторы перманентную реформу реформы каждый год причем мы выкинули из школы воспитательную функцию мы теперь воспитываем образованного потребителя которому нужно достать теперь мы следующем году будем вводить совместительную вторую школу и создать причастие ну это и есть перманентная реформа которая разрушает школу начинать надо не с вузов это начинать надо с начальной и средней общей образовательной школы массовой школы это уже было когда когда социальный мангардизм закончился я вам скажу кто же закончил приблизительно 30-31 году начиная с 30-го года по 36-й каждый год в августе сентябре выходили постановления цикл посвященный школе причем это были обучения программа о дисциплине сейчас мы вернемся нормальное состояние нам нужен золотой ключ потому что вся система 30 лет гигантский срок на самом деле уважаемые коллеги помните что реформы начались в 70-х когда мы говорим о советском у нас есть 30-й из 20-х годы социал ангар есть начиная с 70-х когда уже по западным легалам школу переделывать я потерпевшая эту школу и была школа которая дала нам все что перечислял Захар короткий перил который закончился в 44-м году околи потемки выдал ту самую систему оценок по которой мы все учили что такое пятерка четверка это 44-й год война еще идет в 3 раза заклад учителям во время войны были повышены вот так что относится Сталин лично возглавил отдел школы ЦК ВКПБ лично и все эти постановления ЦК ВКПБ до 36-го года выходили с его правками иначе вы знаете чего с дисциплины школы я когда читаю плачу потому что это 32-й год когда написано это постановление ЦК ВКПБ вменить в обязанность заведующим школам и педагогам повести настойчивую воспитательную работу борясь с нарушениями с нарушающими порядок в школе проступками учащихся а неисправимых их изучающихся хулиганствующих и оскорбляющих учащих персонал оскорбляющих учителей 32-й год включая наш телевизор регулярные истории и бросают мобильными телефонами и бьют учителей все что угодно потому что чтобы разрушить большую систему нужно одно решение приказ номер один Керенского помните и не стало российской армии один приказ когда мы ввели демократию в школе когда он на школе главным стал ребенок мы разрушили школу одним приказом собрать обратно одним приказом такого золотого кучка у нас нет огромное количество людей его искали не в экономике не в армии это систематическая работа но для того чтобы она началась сначала должно быть политическое решение потому что начиная с 70-х годов и особенно начиная с 90-х разрушены программы забыты классические правила русской национальной школы начиная с 18-го на самом деле века несколько из них очень коротко первое учебная программа должна учитывать возраст ребенка и вот отстоя из этого последовательность курсов и предметов не затаскивает высшую математику в 6-й класс это хаосу приводит в школе а хаос это и есть цель наших так называемых реформаторов вот я записал себе один вопрос один вопрос вот здесь ведь когда мы с вами говорим я сейчас более широко политические рамки говорю потому что на самом деле ключ находится здесь в нашей государственной политике а не в том чем каждый день занимается министерством просвещения или министерством образования науки потому что это может быть лотание дыр затыкать установка заглушек не поменяется система там нужно коренным образом поменять эту систему вернуть нормальную школу нормальным людям то есть мы должны понимать в чем цель наших так называемых транскистов ну я чертюк есть транскисты которые занимаются преманентной реформой есть сталинисты которых которых есть шанс как уже один раз был сделан в школу тогда мы снова полетим в космос и сделаем еще такой какой я еще год назад не понимал я думаю что они просто такие маньяки вот лицо гонит гонит ломает куши строим скучно жить что-либо базисом нормальная школа является стабильность и постепенность они это гонка и внесение туда хаоса и гумы ребенка то же самое так вот теперь я понимаю цель и кстати независимо даже к сожалению от того какой устрою у нас социально-экономический целью является сификация нормальная школа будет для избранных и она будет нормальная а для массовой школы это мобилизация и дебилизация потому что по-прежнему нужны тупые потребители винтики если не верите я вам приведу цитату классиков этого и все заканчиваем извините что-то все брало а хотел уложиться Троцкий строил нового человека заместим подходы Макса и Фреда к человеку и обществу один из его подчиненных цитата производство нового человека это в отношении школы речи министр образования производство нового человека параллельно с производством нового оборудования которое идет по хозяйственной линии то есть человек как некий рабочий инструмент ну и то есть парень который в то время тоже был к раскистам нам сейчас свои силы нужно устремлять на то слушайтесь тексты на то законные тексты чтобы в кратчайший срок произвести определенное количество квалифицированных рабочих специально вышкаленных машин которые можно было бы сейчас завести и пустить в общий оборот вопрос есть вот такие биообъекты и цифровые аватары из подавляющего большинства детей нашей страны нужны этим трасскистом реформатором а мы их остановим аплодисменты срок это называется Горислав Сергей Михайлов и видео общественного политического движения объединения родителей пожалуйста аплодисменты уважаемые товарищи депутаты уважаемые эксперты родители для начала я хочу от имени всех собравшихся в этом зале родителей и поблагодарить руководство партии справедливой России за правду за организацию этого мероприятия мы его очень долго ждали в последнее время в публичном пространстве уже много было сказано с позиции государственного подхода цифровизации образования о дистанционных технологиях об электронном обучении детей о цифровизации обучения мы сейчас заслушали доклад и на самом деле вот например буквально вчера руководитель департамента цифрового управления Министерства цифрового развития Сергей Цветков заявил на конференции посвященной цифровой трансформации что Минцепри Министерство просвещения выделяют на обновление цифровой инфраструктуры образовательных организаций 130 миллиардов рублей на период 2021-2024 год колоссальная цифра думает это же прекрасно нам всем говорят это очень прекрасно потому что школа получит интернет школа получит оконечное устройство цифровые доски школа много чего получит в результате этой цифровизации это же инновации в действиях и разные технические возможности которые должны позволить разнообразить способы и методы преподавания школьных предметов наших детям и вот тут я позволю себе немножко отступить от текста доклада и в порядке открытой полемики коллеги из Министерства просвещения сказать следующее значит на самом деле если бы речь шла только о том что в последние мили подключается школа а я в прошлой жизни телекоммуникационщица я почти 10 лет отработала в телекоммуникационном бизнесе поэтому эту комнату хорошо понимаю смотри так вот если бы речь шла только о том что подключается в последние мили для того чтобы школа получила возможность ну что-то там скачать устроить между собой видеоконференцию между педагогическими коллективами чтобы облегчить труд педагогов в определенном смысле это может быть было бы неплохо но вот эти оконечные устройства цифровые доски которые без нашего с вами родительского согласия появляются в каждом классе это очень тревожный звоночек потому что я знаю одно когда на стенку вешают ружье оно рано или поздно стреляет нет смысла создавать сложную техническую инфраструктуру если она не будет задействована нет смысла создавать эту инфраструктуру если она не будет работать эффективно что такое эффективно работающая структура ну давайте на примерах опять медицины если какая-то клиника покупает аппарат для МРТ значит он будет работать круглосуточно я конечно надеюсь что цифровые доски не будут работать круглосуточно но тем не менее то что они будут работать в полной силы в полной мощи это правда значит что нас беспокоит родители пункт 2 статьи 16 закон об образовании говорит о том что школа вправе определять порядок использования дистанционных цифровых и электронных форм обучения технологий технологий не форм обучения детей и нас в течение всего периода времени весенней осенней пандемии школы в этом очень четко убеждали что между дистантом и очной формы обучения можно легко и спокойно ставить знак правительства у нас есть масса официальных ответов в том числе департамент образования Москвы в частности из других подразделений которые ставят этот знак правительства и говорят ребята поверьте своим глазам не верьте но это вот очевидная вещь дистанционно очная форма обучения так вот это неочная форма обучения поэтому это поправка которая была сегодня внесена с запретом проведем как бы ставить этот знак с запретом использования дистанционных технологий это первый шаг я считаю что это великолепно и большая благодарность партии за то что она это сделала так вот к сожалению что нас беспокоит это только первый шаг потому что как дальше мы стоим на пути цифровизации цифровизация это прежде всего вопрос добровольности участия мы же много раз говорили что да действительно есть разные дети которым цифровизация важна нужна они болеют и так далее но для этих детей та цифровизация которая реализуется сейчас не значит ничего потому что камеры в классах которые установлены и 100 мегабит в секунду которые подключаются к последнюю милик в школе не дают реальные возможности осуществлять трансляции школьных уроков для болеющих детей которые находятся дома это факт поэтому это профанация в чистом виде либо 100 мегабит на школу явно недостаточно либо благополучно это красивые слова для тех кто ничего не смыслит в вопросах телекоммуникации поэтому следующий вопрос это добровольность участия то что нас всех волновало то что явно что в порядке школы начинают это внедрять нас не спрашивают цифровые доски вешают значит мы как родители вынуждены терпеть это причиненное добро задавать вопросы и получать уклонение от ответа со стороны школы потому что замкнутый круг в общем-то спрашиваем директор и директор кивает на департамент образования спрашиваем департамент образования кивает на школу и говорит школу самостоятельно так вот я считаю что финальную точку в этом споре действительно должно поставить министерство просвещения и определить что исключительно на добровольной родительской основе только в тех случаях когда родитель сам считает что такая форма обучения для его ребенка приоритетна значит в этот момент такое образование возможно спасибо я еще не закончила минута у меня не минута у меня в регламенте было 10 спасибо так вот прежде всего замена обычного что такое цифровизация с точки зрения школьников и родителей это прежде всего замена обычного бумажного дневника на электронный замена бумажных учебников на электронный а теперь магия цифр вот самая важная вещь на торте бумажный дневник стоит 100 рублей учебники канцелярка стоит недорого а вот для того чтобы подключиться к сферам к московской электронной школе либо крэш значит нужно покупать компьютер нужно обеспечивать подключение дома к интернету сейчас это наше с вами право не обязанность как только мы соглашаемся с тем что будет работать цифровая образовательная среда это становится обязанностью и если мы не согласимся это значит что в общем-то есть основания сдавать нас органам опеки за ненадлежащее образование наших детей вот сейчас в российских школах учатся 17 миллионов учеников давайте попробуем посчитать 50 тысяч рублей средняя стоимость компьютера умножим на 17 миллионов детей и получим емкость рынка компьютерной техники в 850 миллиардов это существенно больше чем те 130 которые министерство просвещения собираются инвестировать в подключение школ мне кажется что очевидно что бенефициарами всей этой истории в первую очередь являются цифровые ритейлеры и собственно говоря производители компьютерной техники теперь давайте разберемся с телекоммуникационной компанией в среднем семье 1,2 ребенка умножим 14 миллионов домохозяйств которые станут обязаны подключить доступ к интернету для того чтобы обеспечить ребенку домашний интерфейс умножим 14 миллионов на примерно 12 тысяч рублей в год потому что средняя стоимость абонентного контракта это около 1 тысячи рублей в месяц ну чтобы качество интернет было и получим с вами еще 170 миллиардов рублей в год выручка телекоммуникационных компаний которая пойдет из наших с вами родительских карманов значит теперь дальше так вот с точки зрения родительской общественности обычный бесплатный учебник это и есть тот самый минимально необходимый контент который при наличии нормального педагога вполне достаточно для того чтобы осваивать всю учебную программу без ограничений и нормально учиться нормально сдавать экзамены в этом смысле я понимаю рассказываю что вся цифровизация задевается для того чтобы устранить цифровое неравенство по доступу к контенту наших детей это чистой воды и ложь и чем это тот самый внимательный момент который нам необходим школы очень сильно стали пахнуть деньгами и на этот запах сломя голову несутся безумное количество производителей цифрового контента в расчете на то что он будет в том числе закуплен министерством просвещения в том числе чтобы развещён им быть сферами и здесь надо сказать что у нас много таких интересных товарищей особенно хочу остановиться на в том числе сберегательном банке который сбер банки он теперь сбер называется все знают сбер класс у меня вопрос а вообще по какому праву коммерческий банк не только инвестирует в образование но еще и пытается навязывать нам свое представление о том какое образование надо считать правильным правда это правильно но я понимаю почему это происходит я потому потому что нужно растить лояльного потребителя растить его надо с пеленок значит чтобы уже в дошкольных учреждениях ребенок видел этот фирменный значок чтобы он приходил в школу и видел фирменный значок чтобы это был единственный источник достоверного проверенного контента который вот как потребитель ребенок должен с детства и до смерти прожить Вы знаете, я вам честно скажу, вот сбербанку осталось еще только монополизировать справа, как-то войти в роддома и на кладбище. И вертикально интегрированная цепочка в бизнесе будет полностью замкнута. Разумеется, все это подводители вызывают у нас абсолютное невыдавание, потому что приводят к тому, что нам навязывают гибридизацию обучения и так далее. А гибридизация есть следствие того, что количество мест в школах у нас сокращается. До текущего момента, по информации того же Министерства просвещения, у нас дефицит 720 тысяч мест в школах. При всем при этом, я подозреваю, что эта цифра не совсем корректна, потому что она в том числе учитывает места и в платных учебных заведениях. А если исключить из расчета платные коммерческие школы, то, наверное, цифра будет еще больше. Так вот, к сожалению, даже эта программа строительства, которая сейчас затеяна с участием, опять-таки, того же Сбера и того же самого ВТБ по созданию большого количества школ через частное государственное партнерство, она эту проблему не решит. Сегодня здесь еще про это будут говорить мои коллеги. Значит, но очень много примеров того, как сейчас градостроительная политика уже вмешивается в вопросы образования и приводит к тому, что строят, строят и строят, и угнаться в строительстве школы со строительством жилья невозможно. И новые микрорайоны лишены возможности изначально отдавать детей в обычную школу. Значит, закончить я хочу словами министра, советника министра обороны Андрея Ильницкого. Недавно он заявил, что Запад в главе Сашева разлюзался против России ментальным войнам. Если в классических войнах целью является уничтожение живой силы противника... Кабарте, пожалуйста. Да, спасибо. Если в классических войнах целью является уничтожение живой силы противника, в современных кибер-войнах уничтожение инфраструктуры противника, то целью новой войны является уничтожение самосознания, изменение ментальной цивилизационной основы общества. И самое удобное место для этого, разумеется, чтобы это сделать, это соцсети и цифровая среда. И как это работает, мы с вами буквально этим январем и февралем видели. Так вот, толкая наших детей на уроки в ТикТоке, то, что начало делать департамент образования Москвы в частности, я вот не сильно понимаю, зачем нашим детям уроки в ТикТоке. Значит, толкая их проведению классных часов в Инстаграме, я вот задаюсь вопросом, а что, собственно, происходит? Вот что это за пекло, в которое нас совершенно осознанно, зная, что ситуация будет где-то именно так, вот, собственно говоря, толкают, на чьей стране работают наши товарищи от образования, и, собственно, куда они ведут наших детей? Так вот, куда ведут, я понимаю, к монетизации времени жизни наших детей, заставить их как можно дольше времени проводить в социальных сетях, потому что именно там совершаются покупки, именно там будет совершаться вся основная сфера бизнеса, как таковая. Так вот, позволим мы этому случиться или нет, пардон, зависит только от нас с вами, товарищи родители. Поэтому предлагаю сегодня очень конструктивно продолжить все диалоги и беседы, и максимум того, что мы считаем важным сказать нашим органам государственной власти, депутатам Государственной Думы, и попросить их так или иначе встать на нашу защиту, я предлагаю сегодня сделать. Спасибо. Я хочу показать слово человека, которого вы все прекрасно знаете. Так, замечательный актер Иван Иванович Холодыцин. Здравствуйте. Здравствуйте всех вежеющих с прошедшим праздником, с постом. Прошу отменить эти бесполезные аббревиатуры в обучении, ВПР и ЕГЭ. Я устал готовиться к ВПР, днями и ночами. Я не сплю, не ем, не дышу. Я дышу только когда готовлюсь к ВПР. Я сплю, не сниться ВПР. У меня уже на должном веке какую-то формулу для ВПР. Я против ВПР. Я хотела бы, чтобы вернулись в то время, когда было советское образование. Конечно, советское обучение было значительно лучше. Я заодно выяснил учителей, что бы им хотелось, как они на это смотрят. Ну, и с учетом этого, подавшись в 90-х общему моргу изменениям, мы заменили академическое образование на безрезультатные эксперименты, отчего уровень общей грамотности просто зашкаливает. Ну, согласитесь, сейчас дети — это развозительный инфантилизм и сознание, отваренные руки. Три секунды, и здравствуйте. Мало того, некоторые губительные опыты, как ЕГЭ и ОБР, легли тяжким временем на плечи педагогов, учеников и их несчастных родителей. По сути дела, у наших детей отнимаем два года академического образования, потому что последние два года школы приходится на подготовку к ЕГЭ. Ни для кого не секрет, что польза образования от ЕГЭ нулевая, а как социальный лифт ЕГЭ не зарекомендовал себя и даже приумножил трудности, возникающие у детей из провинции при поступлении в высшее учебное заведение. Педагогов поставили в патовую ситуацию. С одной стороны, им незначительно увеличили зарплату, с другой, от них стали требовать на 29 нормочасов больше. Такая экстремальная загруженность обусловлена необходимостью вести по сути два параллельных курса. Академические, призванные сделать из детей образованных людей и подготовки к экзамену, результаты которого забудутся через неделю. Но педагоги считают, что даже 50 часов нормы выработки не дадут должных результатов, пока разум ребенка подвергается такому насилию. Педагогов учают зря. Для обстоятельной подготовки к своему предмету педагогу нужно время и силы, а такое возможно только при академических 21 часе нормы выработки. Либо введите дополнительно еще один год школьного обучения, либо отказываетесь от ЕГЭ. Другого выхода нет. ОПР или ВПР, это бесовское словосочетание, кошмар для всех родителей, кошмар. У меня один ребенок, это то кошмар. У меня жена прошла весь курс образования, заново пережила этот школьный кошмар, для того, чтобы что-то преподнести сыну. ОПР, отдельный стон с стороны родителей. По милосердствованию ребенок не может знать все одинаково хорошо. И первоочередная задача педагога как раз и заключается в определении истинных талантов ученики и подборе профильных их талантов предметов. Все остальные предметы служат помощью в этой задаче. И относительно цифровизации. Дистанционное обучение разрушает саму основу педагогические модели, социализацию. Основы общества закладываются в школе. Если мы хотим аутичное и неуправляемое общество, то дистанционным обучением мы уже этого частью добились. Никогда между поколениями не было такой внутренней дистанции. Это уже не конфликт отцов и детей. Это жизнь в разных мирах. Если сейчас не принять решительных мер и не вернуть детей в школы за партнер, завтра мы лишимся всего общества, традиций и культуры. И резюме. Отказаться от ЕГЭ и этого чертова ОПР, вернуть учителям их посильные 21 час норма выработки, при этом не ущемляя зарплате, либо сделать школьное образование 12-летним. Считать цифровизацию вредным, перегибом и максимально вернуть детей в школу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Валерий Кузьмин, директор А.Семкин Валерий Кузьмин, директор А.Семкин Валерий Кузьмин, директор А.Семкин Валерий Кузьмин, директор А.Семкин Поэтому прошу прощения. Первое. Наша школа сегодня подремена под давлеющим над ней надзором, контролем и безумным проблемическим экстремизмом. Каждый чиновник, надсмотрщ, считает своим долгом чем-то ее нагрузить. У учителя и ученика на регулярной основе беззастенчиво пройдут время, отвлекая от прямой задачи учить и учиться. Подготовка и массовая, зачем я, честно сказать, не знаю, участие в Олимпиаде. Региональных диагностических работ, участие в якобы нужных нам международных каких-то там исследованиях, тестирование на раннее употребление психоактивных веществ, тестирование по вопросам антитеррора, тестирование по психологической мемофорности в школе, репетиции обе игры, тестирование на знание принципов здорового образа жизни. Это только то, что я вспомнил за последние полгода. То, что мы делали в школе, в классе. Вот цифры. До 18% учебных часов по географии, например, или 10% времени по русскому языку, украдены в этом году всероссийскими проверочными работами. Замечу, не местным контролем учителя, о чем намекал в вчерашнем своем заявлении Росуборднадзор, а именно федеральными проверками. На некоторые, мы посчитали, не поленились, искраченных по стране не менее, вдумайтесь в эти цифры, миллиардов, двухсот миллионов листов бумаги самими школами, в некоторых случаях за счет родителей. Не менее 60 миллионов человек и часов, неоплачиваемого, подчеркиваю, неоплачиваемого времени учителя и завыча в этом году. На критику нагрузки, сваливающиеся на мученика и учителя, надзорное ведомство нам заявляет. Мы выступаем за сокращение контроля. Но, правда, не наши. Наши проверки, а тут другое. Как другое? Ваши проверки и составляют львиную долю этой нагрузки. 8 проверочных личностью по два урока, по разным предметам в седьмом классе. Это кто придумал? Учителя? И, кстати, провели их дважды в этом году. Учителя так издеваться над учениками не умеют, вы поверьте. У них вообще-то пентагоническая этика есть. Кстати, позвольте себе напомнить. Но это уже сегодня звучало в одном снушем. Мы без всякого Рособорнадзора, коллеги, в космос улетели первыми, а там покорили. Да и мало чего еще. Не было тогда ни аккредитации, ни УПР, ни АГЭ. Ничего этого не было. Все действовали абсолютно незаконно в понимании чиновников. Как справляем еще маленькие дела? Вторая проблема. Все тот же экстремистский надзор порабощает учебный процесс. В одном смысле уже сегодня кое-что звучало. Порабощает в части содержание уроков. Мы перестали учиться по программе выпускной класса, да и не только. Стараясь использовать любую возможную встречу с учениками на уроке для подготовки детей к экзаменам и проверочным. Учебник? Нет, мы не слышали о нем большом. А ГРИ, ЕГЭ, теперь вот еще ВПР, ПИЗа. Вот наши ориентиры в школе сегодня. И у учителей, и у учеников. Рособорнадзор стал по факту законодателем содержания образования. А там, где не справляется школа, поскольку учебных часов не хватает, там включается кошелек родителей и рынок репетиторства. Вот я лично не знаю ни одного родителя, кто бы мог похвастаться поступлением его ребенка на бюджет без услуг репетиторов. Есть такие в зале, есть лица? Есть. Молодцы, это редкий случай, правда. Обучение стало плавным по факту, друзья. Третье. Вот новая напасть. То, собственно, чего сегодня посвящена нашей встрече. На нас накатываются лидеры цифровой трансформации, которые откликнулись на призывы отменить ЕГЭ и предложили накапливать цифровое портфолио ребенка в цифровой же образовательной среде. Для его же, собственно, ребенка польза создавать, по сути дела, его аватары. Потом по этому аватару строить его будущее. Хороший аватар будет. Ну, поступишь ему. Не будет аватара, не поступишь. Человек дополненный. Термин такой введет. Накопивший в мозгах вот этого цифрового лебиафана образ о себе как о благонадежном гражданине будет иметь преференции. Я заканчиваю. А неудачный сдавший ФПР в средней школе по географии никогда не станет геогазистом или геологом, даже если захочет. Ибо его величество и искусственный интеллект уже пропишет ему иной машин. Такие картины антиутопии вовсе не утопичны. Их наук вдохновенно и радостно рисует проповедники цифрового мира и двигаются ровно в эту сторону. 16 марта, если кто не знает, текущего года СБЕР учредил компанию СБЕР образования и ведет переговоры о покупке крупнейшего издателя учебников России, группы просвещения. Это вот самая свежая информация. Осталось немногое привязать к ходу уроков, к портфолио, к цифровой образовательной среде и все процессы закопывания нации будут завершены. И учитель в этом случае будет не нужен. Пусть себе ноет пока, что он перегружен. Недолго мучиться осталось. Совсем скоро его заменит тьютер, умеющий правильно нажимать кнопочки в интерфейсе цифровой образовательной среды. Формально все остается, как и было. Тьютер будет тоже называться учителем. Только он учить не умеет, он будет только нажимать на кнопочки. И ребенку этого он уже будет неинтересен, ибо он в дополнении к компьютерной системе, а не человеку. Про воспитание, ну понятно, что можно забыть. Робот воспитает биоробота. А тикток, ну что уже сегодня звучало, когда департамент образования Москвы назовет, куда зовет, собственно, наших детей, ему поможет. Современные технологии очень скоро обеспечат возможность вместо учителя держать в классе его виртуального двойника неотвечимого человека. Ученику достаточно будет, войти в класс, найти точки виртуальной реальности, и они с удовольствием это сделают. А родители современные в массе своей скажут, как это сберклассно. Подведу итог. Первое. Школа, если мы хотим выжить, должна учить и воспитывать, а не подстраиваться под требования на основы. Это принципиально. Нужно в горне пересмотреть роль контроля и перестать пытаться управлять системой образования путем надзора. Второе. Нужно прямо сегодня, срочно встать, взять под общественный контроль все то, что касается цифровой конструкции. с формацией школьной жизни. Уверен, что цифрализация бухгалтерского учета и документа обратного места и даже необходима. Но то, что касается учебного процесса детей, должно быть защищено от цифры. Дети должны учиться и воспитываться в обществе людей, а не в искусственных цифровых сороках. Мы должны вместе защитить школу и учителя корзин, нас разделят и оцифруют, а потом поможут на ноль. Так как мы лишние на этой планете и не экологичны. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok